Итак, привет! Это канал Кида. И да, это я, человек, который проходит для вас игры. Точнее, проходил до недавнего времени. И я записываю это на телефон, и я без понятия, куда смотреть. Потому что вот с тех пор, как у меня появился компьютер, это было... мне было лет 8. Это были 90-е, конец 90-х. У меня всегда был свой компьютер. Ну, как свой, общий. Сейчас уже свой. Да, это мой личный компьютер. И у меня никогда не было вебки. И когда я создавала канал, я не хотела остаться до всего этого времени... ну, давай, инкогнито. Ну, думаю, прошёл год. В принципе, чё бы и не показать. Вот, собственно, я. Я хотела, конечно, чтобы как-то камера показывала не так, как сейчас. Но, к сожалению, она вот... я не могу поставить её по-другому. В общем, с этой стороны у меня окно. Тут у меня потолок. Так... в общем, тема такая. С последнего времени у меня очень плохая активность, и я хотела с этим... с этим... об этом поговорить, в общем. Она и была всегда не очень прям уж хорошая, но, понимаете, если бы у меня было хотя бы 10-20 просмотров с видоса, я вот абсолютно... вообще претензий не имела абсолютно. Но с последнего времени я поняла, что... блин, для кого я это делаю? Плюс я недавно познакомилась с девочкой, которую раньше... не то чтобы недолюбливала, но у меня было абсолютно другое мнение к ней. Это миссионер Джейн, и мы с ней как-то более-менее стали общаться. И мы и в ВКонтакте общаемся. Вот. И этот человек меня ещё больше, как сказать, усугубил в то, что... Она мне дала советы, как мне оптимизировать свои видео. Но проблема в том, что когда я это сделала, стало ещё хуже, чем было изначально. И я просто была в шоке достаточно. И тут дело не в видосах, наверное. Просто канал мой никому не нужен. Это одна система. Я понимаю, что я выбираю игры, допустим, как бы всё под свой вкус. И да, на удовольствие, наверное, не выйдешь. И всё то, что я пытаюсь вам показать, это всё мой усугубо-личный вкус, кроме Tomb Raider. Потому что к Tomb Raider я вообще не хотела даже прикасаться никогда в жизни больше. Но думаю, хотя бы Tomb Raider меня чем-то спасёт. Ну, один человек меня всё пинает. Выпусти серию, выпусти серию. Это вот, ну, прямо на данный момент. Вот если бы мне об этом не говорили, я бы, наверное, и это забросила. Потому что у меня сейчас там масс-эффект, который никто не смотрит. Абсолютно никто не смотрит. Ну, ладно, я, в принципе, его ещё и так и прохожу. Хотя я терпимо его прохожу. Это для человека, который не любит эту часть, но является фанатом серии. Просто я хочу показать, насколько, ну, по истории, хотя вторая часть вообще по истории нулевая, но, ну да ладно. Просто надо выдержать, и всё. Как бы третья часть, она крутая. Ну, ладно. Что там у нас? Deus Ex. Я так и не поняла. Надо вам? Не надо? Это игра прикольная, как сказать. Я думаю, что прикольная. Я в неё никогда не играла. Я, собственно, вот сподвиглась. И так я не могу понять, нужно вам это всё или не нужно. Потом. И из-за этого я даже не захотела ознакомить с вышедшей прямо на днях игры Twin Mirror, которую я стала играть сама по себе. И я отвыкла, насколько это такое удовольствие, когда ты сам играешь. Вот последний раз, это было позавчера, я играла где-то два с половиной часа. И то, и это было примерно так, что я смотрю, и я смотрю постоянно на таймер. У меня таймер стоял, в общем, на три часа. Типа, смогу я за три часа, там, ну, сколько-то пройти или нет. Это до такой степени у меня за год вот в мозгу вбилось, что я вот постоянно вот играю на время. Там час, ну, полтора, это максимум, и всё. И тут, когда я поиграла два с половиной часа, я поняла, насколько это такое удовольствие. И, понимаете, люди, если вам это всё не надо, я без ба могу всё проходить сама. Я, конечно, уже отвыкла от того, что я уже в таком формате не прохожу для себя, вообще уже давно не прохожу. Как появился канал, мне стало интересно именно проходить для вас, для людей, которые, может быть, смотрят. Хотя это обычно пустота, что меня очень расстраивает. Поэтому я хочу немножко активности в этом видео. Я знаю, что это ничего не даст. Я хотела сделать подкаст, но не знала, как. Я хотела сначала просто записать свой голос, как обычно я это делаю, на фоне, ну, канала, наверное, и музычку какую-нибудь. Но я подумала, что это будет совсем, и решила показать вам моё лицо. Так, ещё раз повторюсь, у меня вебки не было никогда, и поэтому я не разбираюсь в этом. Вот ни грамма вообще. Вот у меня есть телефон, который, в принципе, неплохо снимает, но это всё-таки фронталка. На фронталке изображение, наверное, намного хуже, чем на основной. И, собственно, сколько там прошло? Шесть минут? Так. И просто я хочу, вот просто... Народ, пожалуйста. Я знаю, что вы, как обычно, пройдёте мимо видео, которое я выпускаю, просто назло моим злосчастьем. Просто скажите, что мне сделать, чтобы стать более заметней, чтобы вам нравится? Я не знаю. Может быть, если у меня была бы вебка, это было бы как-то намного круче или лучше. Я подумаю над этим, спрошу людей. Просто я опять же говорю, я в этом не разбираюсь, вообще не грамма. Единственное, что мне сказали, ну, на вебку с разрешением 1920 на 1080. Собственно, такое же разрешение, как у меня монитор. И, собственно... Ну, вот, несмотря на то, что у меня такой кризис, я продолжу снимать Tom Prider, потому что его требуют. Если бы его не требовали, я бы вообще и на это забила. У меня всегда периодично бывают такие настроения. Очень плохие. Я очень плохо реагирую, когда... Ну, ты что-то делаешь, а как бы это никто не замечает. И я просто хочу понять, почему это происходит. Из-за чего это происходит. Вообще, я человек такой, который любит сам формат лестплея. Я не сильно люблю стримы. Потому что, не знаю, я не понимаю. На стримах обычно происходит просто общение так таковое. На прохождение уже обычно такое... Ну, уже левое какое-то, второе. Внимание. Лично я прихожу на стримы, когда вот в последнее время, это опять же, на Миссионер Джейн, она там проходит ретро-игры. В основном, ну, такие на Нинтендо, на Сеги. Вот это вот всё. И в основном происходит всё равно общение. Да, человеку всё равно тяжело вот это играть. Она играет, пытается с какого-то там уровней пройти. Но в основном это общение с публикой. Я не знаю, насколько это намного лучше, чем просто проходить игру. Для меня просто игры — это именно вот показать с самого начала до самого конца, какой здесь сюжет, какие здесь особенности и тому подобное. А стрим — это другое. Во-первых, я вообще не знаю, пойдёт ли мне в принципе стрим. Хотя у меня сейчас интернет, на самом деле, он мобильный. Я использую мобильный интернет, безлимитный, как модем. И для того, чтобы провести стрим, нужно как минимум два монитора или ещё какой-нибудь источник, чтобы видеть чат. У меня это получается тупо телефон, если делать так. И плюс я не знаю, как проводить стримы. Все его проводят через ОБС, который для меня как дикий лес. Потому что некоторые люди через ОБС и этим просто летсплеи записывают. Я последний раз, когда его записывала, это перед смертью седьмой винды. Хотя она не умерла, на самом деле. Она просто не загружается. Когда десятая винда появилась, она просто не загружается. И я не знаю, как можно ли переключиться на седьмую винду. Она жива. Она как бы занимает место. Она просто жива, на самом деле. Ну, не важно. И просто, когда я это записывала, я настроила всё так, что у меня просто всё чёрным экраном поплыло. Поэтому вот так вот. А стримы, если это бы... Я бы знала, как это происходит, как это лучше сделать. Но вот я как поняла, насколько я поняла, чтобы сделать стрим, это как минимум второй монитор для удобства нужен. Ты должен постоянно смотреть чат. Семь то, что у меня нет ни ноутбука больше. Потому что, например, некоторые используют свой компьютер и ноутбук для чата. У меня нет ноутбука. У меня никогда не было ноутбука. У меня всегда был стационарный компьютер со второго пенька начиная. И поэтому я не знаю. В общем, пожалуйста, не отмалчивайтесь, как обычно. Я не хочу никого оскорблять. Но просто я хочу знать, вообще нужно это всё или просто мне уже пора заканчивать с этим. И всё. Я сейчас продолжу, как я сказала, проходить Лару Крофт, потому что от меня её требуют. Хотя даже от неё активности что-то ноль. И меня это расстраивает. Потому что я понимаю, что это не классика. Underworld — это концовка первого перезапуска, так сказать. Но она вроде бы считается одной из вроде бы неплохих частей. Ключная, да нельзя. Но неплохая часть вроде как. В принципе, по моему мнению, как обычно. И, собственно, вот моё лицо. И я не знаю, как звук вообще будет писаться. Потому что он пишется чисто на телефон. Потому что сейчас идёт просто... Я в тишине говорю. Просто если бы я так делала с микрофона своего, скорее всего, были дикие шумы. А вот он, кстати. Вот всё то, что я пишу. Вот с этого. И в целом меня устраивает. Не могу сказать, что прям всё хорошо устраивает. Но альтернатив я пока не вижу. У меня есть микрофон, который лежит уже, я не знаю, несколько месяцев из-за того, что у меня была седьмая винда. Он ни в какую не поддерживал звуковую карту ни одну. Сейчас у меня есть десятая винда. И даже что-то типа активации прошла. Поэтому она не такая хухры-мухры. Так, не темней, Виктор, пожалуйста. Не темней. Извиняюсь, что моя рука попала в кадр. И поэтому я вообще не разбираюсь. У меня есть вроде как, насколько он хорош или нет. А если хороший микрофон именно с наушниками, как я привыкла, на самом деле это очень удобно. Ты включаешь просто режим микрофона и звук с динамиков, и всё нормально. Можешь, в принципе, писать и звук с наушников. Но не могу сказать, что это намного лучше. Я вот пробовала несколько раз. Не знаю, мне как-то проще, когда я слышу звук с моих колонок. Которые бы я тоже могла показать. Но не знаю, стоит ли. Это обычные микрофонские колонки с сабом. Ничего интересного и примечательного в этом нет. Итак, я с вами... Ух ты, господи. Почти 14 минут. Ну, давайте до 15 добьём. Я не знаю, даст ли это какой-нибудь результат. И да, это моё лицо. И да, это Кида. Это никакое там... Абсолютно нет никакого обмана в этом. Я уж думаю, если уж это не поможет, то уже мне ничего не поможет. Поэтому я решила показать своё лицо. Потому что, на самом деле, мне уже самой надоело быть в инкогнито. И мой, ну, как сказать, название Кида Ченнел мне самой уже в одном месте стоит. Но я не знаю, на что поменять его, чтобы соответствовало моим каким-то мировоззрениям каким-то... Потому что у меня каких-то прозвищ или ещё чего-то, каких-то своих групп музыкальных, не знаю, ещё чего-нибудь не было никогда. А Кида Ченнел, можете догадаться, что Кида это просто был персонаж и в аниме. Это всё, что вам нужно знать. Для любителей, которые не понимают и не нужно вам туда лезть. Это просто персонаж, который по характеру мне сильно понравился. Вот как-то так. Поэтому я жду, пожалуй, вот, пожалуйста, активности. Что вам хочется видеть? Как сказать? Какие игры хотите видеть? Потому что у меня вот валяется сейчас... Ну, Twin Mirror, скорее всего, пройду так. Теперь валяется у меня Detroit, который я купила в Стиме всё-таки. Когда была скидка небольшая на него. Но пока что он валяется, потому что вот никак пока что я на него не дойду. Он работает абсолютно. Всё нормально. Графоний там прям вообще крутота дикая. Чем-то, что игра, по-моему, вышла когда-то год назад или два. Она же у нас эксклюзивом была для PlayStation. Вот. И до сих пор она довольно-таки красивая, графонистая. Не суть. Потом у меня DLC валяется, который я очень хочу в него играть. Очень хочу. Но из-за того, что вы не смотрите, мне нет смысла вообще что-либо начинать. Mass Effect понятно, хотя мне лично непонятно. Это самая вроде бы удачная часть. Я понимаю, что её все уже 200 раз. Просто 500 тысяч раз все прошли. И кому это на это нужно смотреть? Я сама её прошла два раза. Мне очень тяжело, особенно Mass Effect писать. В том, что я пытаюсь каждый диалог озвучить. И где-то за три серии, если подряд писать, у меня голос просто садится в край. И не знаю куда. Мне проще просто записать там Лару Крофт, допустим, где ты озвучиваешь просто какие-то свои мысли, чем что-то, где нужно постоянно читать. Это просто меня изматывает ужасно. Диалоги, я не знаю, просто чтение чего-то. Это почему-то утомляет намного быстрее, чем ты будешь высказывать какое-то своё мнение. И так я жду каких-то, какого-то, какой-то активности уже наконец-то. Жду вас всех в комментариях, в предложениях и тому подобное. Итак, с вами была Кида. Всем пока!